Привет, друзья! С вами снова Орех, и это второй выпуск видеоподкаста на просторах GameLand.ru. Сегодня в программе... Пиратские страсти. Uncharted. Drake's Fortune. Подружка для Кратоса. Heavenly Sword. В сотнях тысяч световых лет от нашей галактики, недалеко от созвездия Моркови и планеты Большой Капусты, коварные грызуны готовят скрытое вторжение в биосферу Земли. Под видом товаров из Китая инопланетные агенты уже свозят на склады больших городов коробки с Raymond Ravencrabbits 2. Травоядные злодеи ждут ноября 2007 года, когда эти контейнеры с ушастой чумой развезут по магазинам, превратив геймеров всего мира в безвольных созданий, способных лишь глупо улыбаться и дико кричать в тупую пустоту. И это неудивительно, ведь Raymond Ravencrabbits 2 предлагает более 50 новых мини-игр, в которых ты будешь разносить гамбургеры, играть в дикий бейсбол и укращать деревянных быков в разрушительном родео. Да, и если у тебя нет Nintendo DS или Wii, то можешь обломаться, кролики просто ничего не знают по другие форматы. Это не матрица и даже не путешествие во времени, утверждают продюсеры Assassin's Creed, долгожданного экшена про тайное общество наемников родом из мрачного Средневековья. Но разве сюжет имеет значение, если ты можешь планировать операции по устранению врагов, карабкаться по стенам и прыгать по балкам, впиваясь ножами в горло очередного рыцаря Креста и Розы? Нелинейность прохождения, умные противники и разрушаемое окружение впрыскивают адреналин, от которого мозг наступает на спираль времени. А хореография и динамичность поединков заставляют раз и навсегда забыть о принце Персии, который отправился по грибы и уже не вернется. Игра выйдет сразу на PC, PlayStation 3 и Xbox 360. Остается добавить, что Assassin's Creed просто обязан выйти в августе этого года, иначе жизнь для тысяч геймеров потеряет всякий смысл. Проект Splinter Cell, также известный как «Мы здорово ободрали Metal Gear Solid», к пятой части понабрался исключительной наглости и окончательно клонировал Солида Снейка. Splinter Cell Conviction рассказывает о том, как Сэм Фишер потерял веру в третий эшелон и стал главным врагом сверхсекретной правительственной организации. На смену наукоемким гэджетам пришли борода и капюшон, а оружие и взрывчатку теперь можно покупать за кэш на черном рынке у русской мафии. Да и сам дядя Сэм теперь не прячется в тени. Он больно бьет ногами и использует собственную систему рукопашного боя «Могучая борода», швыряется стульями и баррикадирует помещение остатками мебели. Если этому парню выколоть глаз и подарить бандану, то Хидео Козимо может уходить на пенсию. Кстати, очень вероятно, что Ubisoft приберегла именно эти фишки для следующей части игры. Жди Splinter Cell Conviction на PC и Xbox 360. На закончившейся пару недель назад Sony Gamer's Day настоящие японцы представили один из самых странных и при этом смешных проектов для PlayStation 3. Игра со скромным названием Pain предлагает тебе запустить обычного человека из огромной рогатки, а на пути его будут ждать поезда, машины, острые карнизы, пилорамы и зловещая живность. Чем больше ребер, рук и ног поломает главный герой, тем больше очков заработает злорадный игрок. Pain предполагает рейтинги боли, запись наиболее красивых смертей и прочие кровавые плюшки. Да, юные садисты, эта игрушка для вас. Компания Blizzard не зря выбрала загадочную Корею для анонса своего StarCraft 2. Только здесь миллионы людей собираются вместе и играют в компьютерные игры до посинения. Некоторые умирают перед монитором, других отвозят в больницы и лечат током от игрозависимости. Во второй части стратегии тебя ждет куча новых юнитов, о которых ты наверняка читал в статье на нашем сайте. И твои старые друзья-вояки из первой части времени зря не теряли. Они умнели, крепли и увеличивали свою мощь. Например, зерлинги стали настолько круты, что превратились в камикадзе, взрываясь в случае необходимости и окропляя всех зеленой кислотой. В режиме одиночной игры появятся новые герои. Здесь тебя ждет и новая, не менее интересная компания, полная интриг и приключений. И как всегда, разработчики подумали о мультиплеере. Он в игре обязательно будет. Компания Blizzard обещает, что сетевые игроки не просто не разочаруются, а будут играть в онлайне днями и ночами. Для самых нетерпеливых спешим сообщить, что StarCraft 2 ожидается в самом начале 2008 года и только на PC. Представь, отправляешься с подружкой на небольшую прогулку за сокровищами капитана Дрейка, а попадаешь в тропический капкан, расставленный бандитами и прочими отбросами общества. Uncharted Drake's Fortune — это все та же Том Прейдер, но с мужским персонажем, реальной физической моделью и миллионом вариантов прохождения одного и того же уровня игры. Добавь сюда постановочные сценки, красивую анимацию главного героя и несколько приятных сюрпризов от создателей проекта. Ну и не стоит забывать, что это эксклюзив для PlayStation 3. И на закуску я приготовил вам новинку от Ninja Theory. Новый экшен от третьего лица, а красноволосой девушке Нарико с парой огромных тесаков и железной цепью. Heavenly Sword наверняка станет блокбастером, ведь все задатки для этого налицо. Прекрасная героиня, адский злодей, сыгранный, кстати, Энди Серкисом, Голумом из «Властелина колец» и смертельная хореография в стиле великих китайских шедевров, вроде «Затаившийся кролик, пригнувшийся бобер». Визуально все это очень похоже на «God of War», но ведь согласитесь, что девушка всегда лучше грубого лысого маньяка. Остается только позавидовать обладателям PlayStation 3, ведь только они смогут сыграть в Heavenly Sword. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Адьос, амигус! Адьос, амигус!